Лена, вот расскажи мне, почему вы женщина, когда просите у нас, у мужчин, совета? И мы вам рассказываем, как и что нужно делать, вы все равно поступаете по-своему. Глеб, все просто. Когда женщина просит совета, ей нужен не совет, а собеседник. Вы смотрите женский журнал XXL Women TV. И сегодня с вами Алена Ланская и Глеб Давыдов. Мы начинаем. И сегодня в программе вы увидите. Второй выпуск проекта «Звездный ремонт». Слушай, опять это головная моя боль с этим ремонтом. Финал «Худеем летом». Наши пожизненные клиенты, так что для вас это пожизненный сертификат. Экологическая акция «Чистая плынь». Наши сотрудники с удовольствием приходят сюда. Подробности о санатории «Спутник». Нам не все очень нравится. Свежий воздух, ребенок дышит соснами. Дорогие друзья, гости нашей сегодняшней программы – учредитель образовательного центра «Лидер» Сергей Сулимов. Сергей, доброе утро. Доброе утро, проходите. Начать разговор хочется с, наверное, самого главного вопроса. Что такое образовательный центр? Это школа? Образовательный центр «Лидер» сейчас – это более шести школ. Шести школ? Да. То есть у нас есть школа красоты, школа иностранных языков «English Papa», школа IT-IT Star, школа бизнеса, школа рукоделия и школа дизайна. Ты являешься учредителем «Лидера». Скажи мне, как это все начиналось? Когда это все начиналось? Из чего все начиналось и почему, в общем, появилось желание? Мы начинали в 99-м году, то есть 16 лет в сентябре мы будем праздновать. И начинали мы с обучения детей в садиках английскому языку. То есть у нас вначале был один садик, в одном садике мы обучали, потом мы стали работать во всех садиках, в 30 садиках. Ну вот, и дальше продолжали развиваться. Потом появились компьютерные курсы, мы купили два компьютера, потом стало четыре компьютера у нас. Потом мы подумали, почему бы не открыть в другом городе такой же класс. Открыли в одном, в Мозоре, потом открыли еще. И начали так постепенно развивались-развивались, и потом через пять лет мы уже работали в 27 городах Беларуси. Не было просто специалистов в каких-то городах, потому что это было новое. Весьма увлекательным вещам посвятим время далее. Каждую неделю проект «Звездный ремонт» преображает жилище наших участников. Сегодня второй дневник, где герои продолжат свой путь к идеальному дому. Такая нестандартная ситуация, заболела моя помощница, которая помогает мне прибираться. Генеральные партнеры проекта – компания «МАФ» и «Рихао». Официальный «Мили». Первым нашим героем Леси Кодуш и Славе Нагорному на этой неделе нужно определиться, с чего начинать ремонт – с покраски стен или установки двери. Если нужно выбрать одно или второе, я все-таки хотел бы дверь. Потому что дверь, она закрывается, можно посидеть в тишине и не отвлекаться на то, что кто-то из новых посетителей, либо сотрудники наши ходят туда-сюда по делам. У Славы сильные аргументы в защиту своих интересов. Однако Леся уже насмотрела цвет в палитре. Ведь компания «МАФ» – первое белорусское предприятие-производитель, которое системно развивает услугу колировки красок и лаков собственного производства. Как разнообразие цветов и вообще оттенков красного очень много. Твой любимый красный. Леся, красный меня и так у нас в офисе устраивает. Чтобы еще больше не рассорить с семью, мы решили не давить на участников и в первую неделю провести им мастер-класс по уходу за окнами. Для этого существует такой волшебный наборчик. Ничего себе. То есть это своего рода спа-процедуры для окон? Все верно, да. В набор косметики по уходу за ПВХ окнами входят три различных средства и особенная салфетка для протирки профильной части. Первое средство – это средство для очистки ПВХ профиля. То есть, по сути, это контур. Второе средство – это средство по уходу за уплотнителями. Вот по периметру можете видеть. И вот такая маленькая, но тоже очень важная баночка – это средство для ухода за фурнитурой. Использовать ее необходимо один раз в год. Смазываются все подвижные части окна и открывание-закрывание окна происходит без проблем. У наших следующих героев – Инесса Кунцевич, экс-солистки группы «Топлес» и нападающего «Динамо Минск» Александра Павловича «Большой дом». Калина Осиповна, милая, выручайте, потому что у меня съемочная группа, а дом – бордель. Приедите, пожалуйста, помогите с уборкой. Почему? Да, ну мне прям сейчас ужасно, конечно. Своими силами с ним хозяйки не справятся, поэтому у них есть домработница. Такая нестандартная ситуация. Заболела моя помощница, которая помогает мне прибираться. И вот, к сожалению, вот такой вот бордель сейчас у меня дома. Со своей проблемой Инесса решила справиться с помощью клинингового агентства. Алло, добрый день. Будьте добры, пожалуйста, я бы хотела заказать ваши услуги. Звонила вообще все к клининговой компании, никто не может, во-первых, сюда приехать сейчас. У некоторых проблемы с персоналом, у кого-то со временем и так далее. Тогда Инесса по совету подруги решила купить себе хороший пылесос и убраться самой. Выбор девушки пал на известный немецкий бренд «Миле», история которого начинается аж с 1898 года. Однако в Беларуси он появился совсем недавно. Думаю, первое, с чего я начну, это я выберу себе пылесос. Хороший, достойный. Зашла на сайт «Миле», кстати, подруга говорила, что очень хороший бренд немецкий, а очень качественный, хорошо все убирает. Саша Нема вместе с женой делают ремонт в квартире, переделывают бывшую студию в гостиную. В прошлом выпуске Светлана с дизайнером решили сделать покраску стен, однако муж оказался против. Я сразу предупреждаю, я немножко консервативного мышления, особенно что касается ремонта, поэтому в нашем доме обои отстоял в свое время я. И покрасили стены только исключительно на кухне. Я все-таки как-то из практичной точки зрения все смотрю. Саше кажется, что краска больше уместна в офисе, так как придает стенам официальный характер. А вот обои смотрятся более привлекательно. Ты знаешь, что основные стены мы можем сделать гладкой декоративной штукатуркой, а вот эти круги уже выделить как рельефом, какой-то фактурой. То есть, чтобы нам сыграть на контрасте этих фактур. К тому же дизайнер пришел не с пустыми руками, а уже с проектом будущей гостиной комнаты Саши, с использованием красок МАВ и в частности бренда Примавера. Системы водно-дисперсионных лакокрасочных материалов для отделки помещений. Прелесть декоративных штукатурок заключается в том, что мы можем создавать различные картины. Вот как раз в вашем объекте мы разграничим пространство в интерьере за счет объемной картины. Над диваном мы сделаем какую-то сюжетную композицию. Она будет обозначать мягкую зону. Возле обеденной зоны оставим более гладкую и ровную поверхность. Таким образом, мы визуально разграничим комнату. Вот как раз ваша жена этого хотела. Она устала от этой массивной перегородки, которая у нее сейчас существует. Она хочет объединить пространство. В итоге Саша согласился с мнением дизайнеров. А вот Вера Каретникова в прошлом выпуске решила поменять свои старые деревянные окна на новые пластиковые. Однако подруга Веры с этим не согласна. Короче, я вообще не знаю. Но если честно, то в моем ремонте это самое главное какой-то момент. Так может деревянные съездим, посмотрим. Я вообще, если честно, не знаю, какие. Но я знаю точно, что мне надо какую-нибудь систему, чтобы дитя мою не вывалился из окошка случайно. Я точно знаю, что в Рихау такая система определенно есть. Когда Вера стала сомневаться в своем решении, специалисты компании решили пригласить ее к себе в офис на консультацию. В чем преимущество именно пластиковых окон? Потому что я знаю, что это нездорово, это неполезно. Но это всем известный факт, что пластиковые окна – это плохо. Пластиковые окна Рихау – это тот продукт, который является абсолютно экологичным, что подтверждено зеленым европейским сертификатом. Снижение расходов при эксплуатации и строительстве являются ключевыми направлениями в работе бренда. Энергоэффективное строительство возможно только при использовании материалов высокого качества и современных технологий. Назовите вот прям плюс-плюс такое, чтобы я вот сейчас вот поняла, что мне никого не надо слушать. Я вот к вам и все, и точка. Профильные системы Рихау, они хороши тем, что свой научно-исследовательский институт и его состав с низкопористым материалом. То есть выглядит красиво, он легко ухаживается за ним, и он не марается с течением времени. То есть ваши окна будут десятилетиями стоять, выглядеть как новые. Все очень было понятно, очень классно. Думаю, выбор очевиден. В конце каждого выпуска наши участники соревнуются между собой в знаниях ремонта и бытовой техники. Сегодня они должны отыскать все логотипы Рихау в комнате. 93, 94, 95, 96, 97 считал целых 144 логотипа. Я думаю, что тут еще их больше, но все, что все. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 41 надпись была найдена мною здесь, в этом помещении. 47, 48. Что у нас тут? 48. Все, ничего не нахожу больше. Так, какая сложность? Тут, наверное, тоже написано Рихау. 30. Это считается, да? Судьями сегодня были представители компаний МАФ, Рихау и бытовой техники Мили. В первом конкурсе я бы выделил Лесию Славу, потому что они насчитали наибольшее количество логотипов. Но балл я отдал Велико Ретниковой, потому что она единственная из участников конкурса, кто нашел надпись Рихау на арабском языке. Конечно, Саша Немо к этому подошел очень профессионально. Такое чувство, что в таких конкурсах он участвует там, наверное, раз в неделю, как минимум. 9, 30, 31, 32. Но свое предпочтение, в принципе, как и все другие члены жюри, мы отдали Вере, поскольку это единственный участник, который обратил внимание на вот эту зашифрованную надпись на арабском языке. Это считается, да? В этом конкурсе победила Вера, так как присутствовало ее внимание во всех мелочах. Единогласно победительницей стала Вера Каретникова, которая получила подарок от компании Рихау. Не забывайте следить за звездным ремонтом каждое воскресенье, ведь все самое интересное впереди. Вы, наверное, действительно хорошо понимаете, разбираетесь, какие профессии будут в тренде, например, в следующем сезоне, через несколько лет. Какие сейчас самые востребованные профессии? Вот на какие курсы к вам приходит больше всего людей записываться? Я могу сказать по статистике, по нашей, именно по тем курсам, которые у нас идут, и больше по статистике заявок от работодателей. Сейчас к нам заявки поступают от работодателей на курсы красоты, прежде всего. То есть с руками и ногами забирают выпускников курсов парикмахера, маникюра, наращивания ногтей, потому что чувствуется кадровый голод. Продавцов берут сразу практически на работу. Заглянем и мы на несколько лет вперед в нашем репортаже. Вот и подошел к концу проект «Худеем летом». За это время наши герои изрядно постройнели. Чего именно они достигли и как готовились к финалу? Вы узнаете из нашего сюжета. Мы подчеркнем вам красоту. Спасибо. Помогли участникам достичь цели специалисты спа-центра «Виктория», фитнес-студии «Бодилаб», спортивный центр «Сквошлайф», санаторий «Спутник» и вкусное подкрепление «Пюре и нектары. Будь здоров». Три месяца усиленной работы над собой дали плоды. Ребята стали не только хорошо выглядеть, но и чувствовать. К главному дню участники готовились основательно. Настю с Катей мы застали в новом салоне красоты «Куин». Катя решила кардинально поменять и прическу. По поводу короткой стрижки я не согласен. Я считаю, что вам не хватает длины, поэтому рекомендую вам отрастить побольше длины. А на сегодняшний день мы просто откорректируем вашу стрижечку и сделаем укладку. Девушка доверилась мнению профессионалов. Она знает, что именно здесь каждую могут превратить в настоящую королеву. И это не случайно. Его хозяйка – королева красоты из Сирии Эвлин Абейт Юсеф. У нас в салоне можно предлагать очень много услуги. От парикмахерской волосы, уходи за волосами, краска, стричка, укладки. И еще у нас и маникюр, педикюр, и долговременный наращивание, педикюр аппаратный. Наши мастера, может, можно их просто доверять. Они не просто мастера, они стилисты. Они видят человека, видят женщину и знают сразу, что ей больше подходит. Еще несколько штрихов, и прическа готова. Дополнить сию красоту может только идеальный мейкап в салоне Квинн. Мы будем делать вам дневной макияж и подчеркивать черты лица. На светлую кожу подходят более спокойные оттенки. В повседневной жизни Настя предпочитает хвостик. Сегодня повод особый, и ей делают совершенно другую прическу. Я создам образ очень нежный, с локонами, приподниму немножко, сделаю ей такой объем небольшой. Но какая королева без наряда? Дизайнер Наталья Олеховец превратилась в настоящую фею для наших золушек. Здесь присутствует драпировка, но она не для того, чтобы скрыть что-то, а для того, чтобы подчеркнуть талию. В караоке-клубе «Сливки» на суд зрителей предстали абсолютно новые внешние люди. Они достигли практически все результаты, которые хотели. Я очень рада за них. Единственный мужчина проекта Жора Волчек дал фору всем. За проект он похудел на 9 килограммов, но на этом артист не собирается останавливаться. Результаты налицо, а теперь уже никто не будет. Как я говорил, мне нужна палка. Вот я посылаю фотографии в интернет, я посылаю там в соцсети, и мне пишут «Фотошоп», «Жора», «Фотошоп». Ну что это такое? Ну, это хорошо. Наташа Поткина с самого начала проекта продумывала свой образ. К красивому платью хорошая фигура. Минус 7 килограммов, и девушка сияет на сцене. Я еще никогда в жизни не снималась в таких проектах, только смотрела. Мне казалось, что это все-таки что-то такое, скажем, наигранное, может быть, через несколько недель. Я уже поняла, что действительно ответственность на мне большая, и мне действительно нужно выполнять все указания. Они действительно сумели вдохнуть жизнь не только в меня, но и во всех людей, которые следили за всем этим проектом. Я благодарна своей семье, своим близким, которые меня поддержали в этом. Катя всем нам дала очень большой пример, урок, насколько человек может захотеть сильно и добиться реально больших результатов. Это она заряжала нас своим позитивом. Спасибо проекту еще за прекрасных людей, которые в этот небольшой промежуточек времени попались на моем пути. Это вот самое главное. Команда. Мы что? Команда. 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 И спасибо проекту, что он мне дал толчок в мою будущую, красивую, просто вот легкую жизнь. Настя всего на килограмм не догнала Катю. Однако для нее это только начало большого труда. Жалко, что мы уже будем реже, конечно, видеться, но я думаю, что у нас есть номера телефонов, и мы с удовольствием еще не раз пересечемся, тем более после таких сюрпризов от наших спонсоров. Не отпустили наших героев без подарков. Теперь они смогут встречаться на протяжении целого месяца в спа-центре «Виктория», играть и заниматься спортом в «Сквошлайф». Кате и Насте от фитнес-студии «Бодилаб» достался месячный абонемент. Вы, мои дорогие Наталья и Георгий, вы вообще наши пожизненные клиенты, так что для вас это пожизненный сертификат посещения «Бодилаба». На протяжении трех месяцев участникам помогали питаться правильно нектары и пюре «Будь здоров». Мы очень рады, что благодаря продукции АБЦ, а именно «Будь здоров» продукции, вы добились таких результатов. Только огромный труд и упорство наших героев помогли добиться своей мечты. Лиза, бричаточка моя. Каждый из наших участников получил награду «Красивую внешность». Теперь команда проекта надеется, что ребята не остановятся на достигнутом, и их жизнь станет намного лучше. Планируете праздники? Советую обратиться в фото-видео-студию «Артхаус-кафе Хемингуэй». Общей площадью более 200 квадратных метров, 20 интерьерных фотозон и стильное кафе. «Артхаус Хемингуэй» – это опытные фотографы, видеографы, дизайнеры и стилисты нашей страны. О весьма уникальных вещах пойдет речь далее. Озеро Нароч давно славится не только своими необыкновенными видами, но и главной здравницей Беларуси – санаторием «Спутник». Современная лечебно-диагностическая база, высококвалифицированные специалисты. За свои 9 лет санаторий собрал целую кладезь лечебных факторов. Мы обладаем замечательной минеральной водой, о которой, к сожалению, мало говорят, но она поистине уникальна. Мы можем предложить нашим отдыхающим лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы и заболевания полно-двигательного аппарата. Но сейчас мы развиваем такое направление, как лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта. В будущем мы собираемся еще открыть профиль гинекологии. Не каждый санаторий может похвастаться таким СПА-центром. Более 200 разновидностей процедур, грязелечебница, фитнес-зал с ультра-новыми тренажерами. Огромный комплекс и уютные деревянные коттеджи придутся по вкусу каждому отдыхающему. Каждый из этих коттеджей оборудован тремя одноместными номерами. Там есть и кондиционеры. Каждый номер имеет большую двуспальную кровать и кресло-кровать. Качественный отдых – главная оценка гостей санатория. Понравилось все, понравилось. Номера хорошие, комфортные, чистые. Медицинское обслуживание очень хорошее. Нам порекомендовали ваш именно санаторий, спутник, потому что дама, которая отдыхала у вас лет 10, и в этом году она сказала, не пожалеете, езжайте в спутник. Здесь есть все самое необходимое для хорошего отдыха. Поэтому «Жемчужина Беларуси» пользуется спросом даже далеко за ее пределами. География наших стран с каждым годом все становится больше и больше. Мы становимся популярнее для разных регионов стран. Основной поток наших отдыхающих – это граждане Российской Федерации. Приезжают даже из Америки, даже с Австралии у нас есть клиенты. Я приехала с Кипра. Мне очень нравится природа на озере Нароч, обслуживание на высоком уровне, добрый, отзывчивый персонал. Побывав здесь однажды, действительно хочется вернуться. Киноконцертный зал, бар и ресторан, бассейн и мини-аквапарк нравятся и детям, и взрослым. Здесь мы уже отдыхаем с 96-го года, когда я еще была молодой, до рождения своей дочери. Отдыхаем уже почти каждый год. Нам здесь очень нравится свежий воздух, ребенок дышит соснами, хорошо спит. Санаторий «Спутник» можно сравнить только с самыми лучшими европейскими курортами. А главное, он совсем рядом. Все сюжеты нашей программы можно скачать и посмотреть на сайте «Леди Тутбай». Ну а мы переходим к следующему нашему сюжету. Пятого сентября в пойме реки Свислочь прошла акция «Чистая плынь». Четыре года подряд волонтеры убирают и преображают уникальную территорию в районе улиц Семенова и Маяковского. Акция проводится уже несколько лет, и наши сотрудники в свое свободное время, в выходной, с удовольствием приходят сюда. И более того, они приводят сюда членов своих семей. Не всегда погода такая хорошая, как сегодня, тем не менее, все получают от этого удовольствие, потому что все понимают, что действительно делают важное и нужное дело. Организаторам проекта в этом благородном деле помогали их партнеры – футболисты клуба «Батэ». Также поддержала «Чистую плынь» экологическое движение «Цель-99». Очень красивое место, и наша Беларусь вообще красивая страна, поэтому частичку своего, скажем так, участия. Мы рады, что мы сюда внесли и рады быть здесь. «Чистая плынь» прошла в формате своеобразного экофутбола. Две команды во главе с футболистами «Батэ», два тайма и более 100 килограммов собранного мусора. Среди него волонтеры нашли такие необычные вещи, как пропеллер, 10 автомобильных шин и старую лавку. На самом деле это не сильно важно, что выиграет. Важно, что мы хоть чуть-чуть несли лепты, скажем так, в чистоту города Минска. Экофутболом «Чистая плынь» не ограничилась. В этом году в пойме реки Свислочь были также высажены десятки саженцев лиственных и хвойных растений, таких как клен, дуб, сосна и ель. Деревья выполняют очень многие функции, и относительно пойм рек они являются хорошим берегозакрепителем. Они способствуют тому, что берега становятся более прочными, и их не размывают дождевыми потоками или ручьями после стаивания снега. Деревья высажены с целью очистки воздуха и воды в прибрежных участках Свислочи. Эти растения будут служить натуральными фильтрами в городской черте. Ведь они выделяют в воздух фитонциды, которые очищают его от вредоносных примесей. Хвойные же виды мешают развиваться инвазивным видам, чье распространение угрожает биологическому многообразию реки. За эти годы акции на берегу поймы Свислочи появились десятки новых растений, урны для раздельного сбора мусора и скамейки для отдыха. Также волонтеры отремонтировали мостик и каждый год проводят генеральную уборку. В принципе, все просто. У каждого из нас образуются отходы. Эти отходы важно сортировать раздельно. Отдельно бумагу, пластик, стекло. Просто отходы, которые выбрасываются вместе, они попадают с одного места на другое. В данном случае, если бы вместе собрали все отходы, то они из поймы реки Свислоч попали бы на полигон. Рассортировав их раздельно, мы собираем вторичные материальные ресурсы, которые потом попадают на переработку. И тем самым делаем нашу страну лучше, чище и красивее. Четвертая акция привлекла большое количество людей к уборке уникальной территории поймы реки Свислоч. В ней, помимо руководства и футболистов БАТЭ, приняли участие более 50 волонтеров от компании. Я участвую каждый год. Сразу как-то было меньше народа участвовало. Но последние годы вообще, так как мы ждем, мы ждем. Я даже в прошлом году выходила во время своего отпуска. Чистая плынь и дальше будет поддерживать в первозданном виде пойму реки Свислочи. Ну а мы убедительно просим отдыхающих убирать за собой мусор и не наносить вред этой уникальной территории. Образование – это не критерии. Образование – это трамплин. Что хорошо знает наш сегодняшний герой. Спасибо огромное, Сергей, что пришли к нам в гости. Спасибо вам. Вы смотрели женский журнал «ХХЛ» в Умон-ТВ. Увидимся на следующей неделе. До встречи. Опять проиграл. Главное – будь здоров. В наших соках и нектарах мы сохранили все самое полезное. Пейте на здоровье. Соки и нектары – будь здоров. Главное – будь здоров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...